Всем привет друзья, вы на канале Шедвель Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем с вами Атом РПГ, находимся в Красном Бойце, и как я говорил в конце прошлой серии, должны дождаться Павлентия, которому мы вручили 5000 рублей, но он так и не вернулся, он сказал прибудет сюда где-то числа 29, поэтому я думаю пару дней мы с вами тут перекантуемся, сейчас пойду проверю наш огород, какой-никакой. Это не наш огород, это тут парочка обрабатывает свою кукурузу или что-то у них растет, что-то растет реально у них папоротник какой-то, не знаю что это такое, а наша кукуруза вот, законно наш земельный участок, не знаю почему он у нас не на нашем, не на нашей территории, а у соседей находится, ну так в любом случае лучше, забираем свой участок у нас для других видимо целей. И сейчас будем ждать Павлентия, есть Мамалыгу, пока он не вернется, мы не узнаем на что пошли наши 5000. Потом пойдем в Краснознаменный, там у нас переход в Мертвый Город это раз, но сначала, если мы сейчас хорошо подождем, можно будет сдать квест Петровне на пауков. Она тоже сказала прийти примерно 29-го. Ну придем когда-нибудь. Так, 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 что делаем? Ждем. Первые 12 часов пошли. Отдохнули. 12 часов готово. 28-го еще рано. У нас супер голод, мы съедаем кукурузу. И ждем еще 12 часов. Не. Давай, еще 12 часов ждем. Годится. Голод. Да, опять я очень голоден. И съедаем еще пару мамалык. Даже 3. Пожди, пойдем, вернее, посмотрим, как там чувствует себя Павлентий. Надеюсь, он вернулся. В окно пока что не видно его движение. Хотя еще не 29-е, конечно, но сутки прошли. Я даже сохраняться не буду. Да, Павлентий вернулся, все на базу. Все сюда, ребята. По-моему, он укокошенный. По-моему, он укокошенный. По-моему, наши 5000 рублей пошли лесом. Собака, ты нам нужна. Вдруг Павлентий агрессивный. Сейчас я сохранюсь тогда, раз он вернулся, это хорошо. Давайте с ним побеседуем. Паша глубокомысленно созерцает композицию с бутылок на столе. Как жизнь, командир? Я насчет ремонта. Ага, все готово для того, чтобы превратить эту помойку в достойное жилище. Так, починка кухни будет стоить 4 штуки рублей. Ремонт комнаты отдыха 3000. Починка спальни и санузла 4 штуки. Починка верстака для работы. 2000 и дело сделано. Слышите, сколько денег? Ладно, давай, пока. Удачи. Сейчас я посмотрю сначала, что ты там принес за соляру. Просто интересно. Стоило ли мне деньги тебе отдавать или нет? За 5000 он мне сделал генератор. И? А, ну да. Он и ремонт сделал, смотрите. Диванчик поставил, блин. Нифига себе. Не, ну красиво, конечно, но... Вот этот баллон, по-моему, притащил, да? Так и нам что-то это? Двигатель запущен и работает исправно. Использовать, ремонтировать информацию. Генератор. А где топливо? Вот это топливо, да? Ну, это так, знаете, если у тебя... Да, а вот, смотрите, что тут еще есть. Если у тебя дофига больше денег, их просто некуда девать, ты можешь отдать их Павленте. Он приведет в порядок что-нибудь из этого убежища. Но нужно это или... Пользы практичные я никакую вообще не вижу. Ну да, осталось симпатично, конечно. Свет везде горит, убрано чисто. Ну а что мне от этого? Ну хотя бы бензин бесплатно можно было брать. Уже было бы круто. Но так... Как-то бессмысленно, знаете. Имею свое убежище, но... Не имею пользы от этого. То, что здесь Павлентий только живет, вот в этом пользу. Ну, в общем, пять тысяч на ветер. Я думаю, с УАЗиком, за который мы заплатили, двадцать пять тысяч, наверное, та же история будет. Ну да ладно. Ладно, все равно нам их девать-то некуда. На кое они нам нужны. Поехали у Краснознаменной. Ну, вернее, пока что пошли. Доедем или нет, вопрос сложный. Грустно, что мало пользы. Ждал три дня. Мне не нужны они больше. У меня квест уже выполнен. Да, большие пауки. Мне бы маленьких встретить пару раз, но они не встречаются. Наверное, в другой части карты искать надо. Ждал три дня. Заплатил пять штук. И вот тебе польза. Просто глаз радуется. Давай, давай атаковать. Там просто рабы есть. Я так и не понял их суть. Может, тоже здесь в этой игре, конечно, много всего просто так сделано. Суть понять рабов. Вот, рабы-то стоят. Мы их спасаем. А дальше что с ними делать? Один раз мы повоевали, и они нам и спасибо, по-моему, не сказали. Ладно, поехали. Кто бы там ни был, это надо убить первого. При смерти. Добиваем, ребят. Ребята. Ого. 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 Так, один готов. Если это этот видит меня. А как он видит меня через деревянные... Нет, ну это, конечно, круто, что он меня видит. Но я-то не умею так стрелять. Или умею? Слушайте, а рабы крутые. Ой, а защитники рабов крутые. Да, я могу его сейчас сделать несчастным. Я это сделаю. Мочи. Ранен. Убит. Чтобы не... 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 Не выделывался. Так, это ваши. Дедуля, это ваши. Так, этот пошел с топором, но он с топором. Красавцы. Почти убили. Просто красавцы. Так, это нам уже не нужно пока. Я его добью. И вот этого. Что у него в руках? Обрез. Пистолет. С обреза еще попасть надо, чувак. А вот пистолет надо снимать. На. За робами прячется. Я же говорил, пистолет опасен. Раз. Два. Вот так вот вынесли. Так, ну это вот опор, это не беда. Давай вот этого. Раз. Два. Эх, блин, еще бразик. В собаку попал. Подонок. Все. Так, один с топором. Где же ты спрятался? Зачем ты в руины побежал? Мы идем за тобой. Мы же от тебя не отстанем. Блин, тут еще за ним следить надо. Он вообще побежал на выход. Я просто ходы пропускаю, чтобы понять, куда он бежит. И куда он застрял, походу. Сейчас я тебе помогу выйти. Я всем помогаю. Если бы ты просто сбежал, ну там тут больше уж нельзя закончить. Давай его есть дали. Шмякну. Ух ты. Слышите, он еще и маневрирует, блин. Я что, за тобой гоняться буду, блюдок? Или он сейчас с топором на меня накинется. Это такие какие-то, я не знаю, салочки начинаются. А я не могу в дом? А, могу в дом зайти. Тут просто они прорисовали клетку качественно. Я перекрою его. О! Хоть топором не ударил. Спасибо, и на этом, блин. Статус ранен. Давай. Ну, теперь все. Так, он там что-то ударился головой об стену. Солярка, наверное, нам нужна будет. Это я возьму. Шлем не помню, сколько стоит. Это военный коньяк. Не помню, сколько стоит. Броня тоже, в принципе, все пойдет. Нам сейчас деньги нужны, поэтому собираем, наверное, все. Туалетную бумагу и провода оставь. По дороге продадим, может быть, кому-нибудь. Палка динамита даже досталась. Во как. Я все сдам. Потом разбирайтесь. Потом продадим. Это первое. У нас их тут много, блин. Привет, рабы. Решил первый раз за вас втянуться, потому что... Часто пропускаю. Лучше сдохнуть, чем попасть в рабство. Еще чуть-чуть бы и быть мне рабом. Ты спас меня от рабства. Мне бы куда-то их направить. Например, в наш красный боец. Чтобы они там у нас работали. Ну, по своей воле, естественно. Ненавижу работорговцев. Спасибо, что спас от этих уродов. Ну, куда вы пойдете дальше? Ладно, в принципе, вам решать. Слушайте, а вещи неплохие. Самая лучшая броня. Самый лучший обрез. В принципе, все можно брать. Что я думаю-то? Все полезно, все хорошее. Вот это еще и винтовка была. Причем неплохая. Вот здесь можно заработать тысяч... Тысячи три. Знаю, вот таких. Еще и СКС. Ту, что дедушка потерял, прикиньте. Ее нельзя продавать. Она одна в своем роде. Ну, та, что у дедушки осталась. Если он еще раз ее где-то потеряет или забудет, то нам хана. У нас не будет нормального оружия, которое бы дедушка мог полноценно использовать. Так, лук сейчас съедим. Фидель, бери СКС. Если потеряет, на твоей совести будет. Не знаю, куда это задевать. Не хочется назад в красный боец идти. А придется. Сожрем лук. Так. Тут тоже суперская броня. Ну, тут все нужно, по идее. И тут еще два. Обалдуй, валяется. Так. Вот это три возьму. Отроят возьму. Чай возьму. Дай ломик возьму. И пять рублей. Сковорода, я не помню. Семьдесят, по-моему, рублей стоит. Ладно, все, беру. Ну и последний. Опять обрез. Бутылка пива. Семь рублей стоит. Вот это хорошо стоит. Обрез тоже хорошо стоит. Это я съем сейчас прямо. Бутылка пива. Не надо. Шина не надо. Эта маска не помню. По-моему, не нужна. Так, что у нас с едой? Триста. Триста. Эта я сейчас съем. Так. Фидель, давай все у тебя будет. А там потом посмотрим, что мы набрали. Разрядим то, что можно. И топор один. Хотя мне это потом все заберкарать. Все, у Фиделя надо срочно распродаться. Ну и винтовка, естественно, деду. На прозапас. В прошлой серии я... Либо я ее сдал кому-то. Либо он ее куда-то выбросил. Патроны кончились, и он ее мог куда угодно забросить. Ну все, хоть бы этих отправить куда-то. Что, нельзя было прописать диалога строчку. Идите там в краснознаменный. Идите в красный боец. Идите куда хотите. Текста много в игре. А вот таких вот, которые бы атмосферу создавали. Бросил их прямо там, возле этого дерева. Могли бы и прописать пару строчек. Не умерли бы. Ладно, пошли. Не хочу ее в красный боец возвращаться. Встретим караван хорошо, не встретим караван. Ну и ладно. Ну винтовку надо где-то выложить по дороге. Она-то тяжеловата. Так, игра авто сохранена. Идем. Попробуем это толкнуть тут. А ты кто? Мы про это уже общались. Понятно, денег у тебя, как обычно, нет. Зайдем-ка мы с вами в магазин. Мы сдадим награбленное. На тысячи две, три. С него, конечно, деньги есть. Деньги есть? 600 рублей. Ну, не густо, конечно. Я недавно, конечно, тебя потрошил в прошлой серии. Мне Фидель нужен. Забери самое тяжелое. Самое тяжелое это вот эти две штуки. Я думаю, это все деньги сюда и уйдут твои. Да нет, 442. Еще что-то можно толкнуть. Но вес хороший сбросили. Сколько у тебя еще? 197 рублей. И можно взять еще... Больше ничего. 197 рублей. Надо взять во внимание, что не густо. Не густо, не густо. Значит, значит, ты будешь СКС носить. Вот это охотничье ружье, наверное, продам, старик. Знаешь почему? Потому что оно лучше, во-первых, это. А во-вторых, охотничьих ружьев у нас 5 на складе. А это одна. И лучше носи ее с собой, чем где-то оставлять. Согласитесь, это будет правильней. Так, вот этого трешки, я думаю, хватит, чтобы ему сдать это все. Так, 30... Ого, 500. Нифига себе. 559. У меня всего 200. А-а-а. Бронешлем. Плюс 3 защита. Плюс 15 сопротивления урона. Воу. Бронежилет. Минус 8 уклонения. Плюс 35 сопротивления урона. Плюс 7 защита. Хрена себе. За 10 тысяч. Ну, это от урона. А это от тела. Блин, я хочу его купить. У меня столько не будет. Эх, блин. Сколько мне денег? Я хочу его купить. Правда, мы тогда в мертвый город не попадем с вами. Ну, а что делать? 12 тысяч у меня всего. Ровно столько, сколько бронежилет стоит. Ладно. Ружья пока заберу. Сколько у нас тут? 56. Ну, давай хотя бы так. Блин, я хочу что-то скинь. Блин, классно. Броник взять и шлем. На 22 тысячи. Это лучше бы, конечно, пьяний бункер свой укреплял, блин. Может, конечно, это ради достижения делается. Но нафиг он мне нужен. Согласитесь. Значит, я купил вот эту штуку офигенную. Так, два кофе, по-моему, на... Давай эту лапку, наверное, сдадим. Или что? Тут можно на 100 рублей сдать. Давай вот это сдадим. Три ломика, наверное, его хватит. Почем нынче ломики? А где мои ломики? По 39. Три ломика, да, где-то столько и будет. Только их надо сдать все-таки. Через бартер. Тогда появится. Уже 4. Сдаем 3. 118. Да, просчитано точно. Почти. Ну, 20 рублей. Все-таки минус 3 килограмма. Все, побежали в аптеку. Там теперь есть деньги. Ну, по крайней мере, какая-то часть должна быть. Ну, побежали. Легко сказано. Ружье оказалось довольно крепким. И довольно тяжелым. Сейчас мы докатимся до аптеки. В общем, 10 тысяч стоит броники. И 12... 22 тысячи мне надо, чтобы... Можно было либо УАЗик взять, либо хорошие броники взять. Ну, мне одному, естественно. Другому-то не досталось. Но тогда придется пожертвовать шлемом. А шлем дает силу. Вот поэтому... Такая ситуация получилась. Непонятная. Так, тут денег 800 рублей только накопилось. За последнее время. Ну, как раз винтовку мы и продадим. Ибо очень тяжелая. 5 килограмм почти. Ого, цена. Слушайте, здесь цена повыше, чем там. Здесь надо продавать. Но тут нет денег. Там 500 за нее давали. Здесь дают 1250. Офигеть. Вылип деньги. Так нет уж. 800 максимум. Ну, еще есть суперстимуляторы. Можем на них обменяться, кстати. Можем обменяться. Они нам в бою очень сильно помогут. А ну, иди сюда. Давай все, что у тебя есть. Сейчас мы купим все стимуляторы. Давай, от эту хрень. Давай два обреза. Давай свою... Нет, СКС оставь свою. Так, рюкзак. Что там еще там у тебя тяжелые? Гвозди. Давай сюда кофе. На хрен тебе надо. Если что, купим потом. Эм... Ну, все. Водку держу при себе. Хотя, кому деду, наверное, давал что-то. Что-то не хватает нас тут. Ладно, этого, я думаю, хватит, чтобы забрать все твои стимуляторы. Ну, да. Ну, да. Да, тут все намного выгоднее, чем где-либо еще. Смотрите. На 3500. Были бы деньги, было бы круто. Но денег тут нет. Так, маленькие стимуляторы. А, гигантские мне нужны стимуляторы. Во. 55. Все сюда. 1700. И еще много еще можно купить. Я даже не знаю, что и брать. Но носить с собой тоже это нельзя. Давай два маленьких еще. Ух ты, полторуха. Это по 3000. Давайте вот этих возьмем. Давайте две вот этих. Нет. 2500. И две вот этих. Даже три. 3549. 3500. Окей. Окей. И давай мне еще 813. Все, сделка. Отлично. И мы с вами сбросили вес. Правда, еще что-то есть, наверное. Топор, наверное, есть. Да, топор один лишний. 58 рублей. Есть что-нибудь на него? Конечно же нет. Давай я за 16 тебе его сдам. И один чай. Все, сделка. Нормально. Все равно у меня тяжко. Что у меня еще есть? Что еще тяжелое такое таскают? Я не могу понять. Шприцы, что ли, дали вес? Две шапки. Кто-то дает вес? Бутылки дают вес. Так, тут килограмм 90, все. 13 тысяч мы смогли сделать. И вот еще у меня семена появились кукурузные. Ладно. А, кукуруза ждает вес 330. На кукурузу я деду перекину. Все, окей. Фиделя почистили. Дед, у тебя есть что? Не потеряй винтовку, я тебя предупредил. А, у него же два броника. Блин. Ладно, пошли к врачам. Точно, я шамун броденький еще сбрасывал. Можно поменять на лекарства, если ничего не найдем, если больше ни у кого нет денег. Тогда придем и продадим, потому что с ними в мертвый город ехать стремно. Хотя, может у кого-то там торговец может будет. Желателем, конечно, все здесь быть. От греха подальше. Тем более, в мертвый город 5 штук надо наличность. Побежали, заберем у Петровны противоядие. А, в Кребнице еще есть торговец. В принципе, там могут еще деньги быть. Сейчас посмотрим. Так, здорово всем. Петровна, она готова, нет? Привет, доктор. Привет, доктор. Нет, она еще не готова. Ну ладно, не буду ждать. Давай, короче, быстрее. 299 от лекарства. Зинаида Петровна. Слышите, она мне его продавать решила? 750 токсичность выбирает. А то по 500 выбирает. Зинаида Петровна. Газированный, светящийся фиолетовый, несмотря на свой экзотический вид. За 444. Неплохо справляется со своей основной задачей. Будь противоядим. Слышишь, я тебе квест выполнял, нет? Ты мне бесплатно не хочешь это дать? Странно. Странно. А в квесте это как сказано. Выполнил квест, она мне его продает. Мне же его продает. Да нет, закрылся квест. Хе-хе, блин. Я фигею с заформлением квестов. Выполнил квест, чтобы мне потом лекарства это продавали. А на какое оно мне нужно, если у меня есть красное? Скажи мне, зачем я вот это? Ну на 500 убираю. Ну на 750, ну разница-то небольшая. Ну ё-моё. Нет бы бесплатно дать образец. Ни хрен там. Какой там тебе образец бесплатно? Обойдёшься нахрен. Купи. Ладно, дед. Дед мне нужен. Ещё дали не нужен. У деда два броника остались. Самые, блин, увесистые. Дай хоть кепку продам. Давай второй, может у доктора есть деньги. Да сколько возьмёшь? За 200 возьмёшь? Ты ещё 260. Ты меня режешь без ножа, тётя. И цена хорошая, в принципе. Это лучше, чем у барыги. В магазине. Доктора чё-то платят хорошо. Так, у этого тоже 293. Сильно не разгуляешься. Ну ладно. Можно аптечками, конечно, взять. Ну давай возьмём, что делать. Нет, ну давай возьмём как? Ну давай так и возьмём. Давай сюда деньги, давай сюда деньги. Сколько у нас там вышло? 841. Но аптечек у нас дофига, они тяжёлые. Попробую их унести. Давай 2. А, там деда надо вылечить, кстати. Точно. Сейчас всё и порешаем. Деда будем лечить. Как раз сбросим этот долбанный вес. 1313, 354. Всё, дай мне лука ещё, если хочешь. 57, 53, 3 рубля можешь себе оставить. Блин. Вот так вот. Без цеда и лук сейчас просто зажру сразу. Так, я перегружен, потому что мне дали много лекарств. Лук сожираем. Кукурузу деду. Ну или Фиделю. Разницы никакой. Чё я буду таскать? По малыку ещё не скоро будет. Мы лука наелись. Кукуруза, чай сюда. И уже будет 81. Ну тут 2 килограмма. Давай 2 сбросим. 1 оставим. Всё, по идее я готов. 80 вес. А ты Зинаида Петро, ну иди в баню. Я тебя тоже 3 дня ждал. Думал, ты мне хотя бы подаришь один образец за то, что я принёс эти пауков. Она мне 100 рублей за это дала. Хоть бы одно лекарство дала. Или уже сделали, я не знаю, улучшение для этого лекарства. Что нельзя было улучшение для этого лекарства? Сделать. Например, тысяча, например. Уже было бы неплохо. 750 от 500 мало чем отличается. Так, приятель, мне нужно. Денег у меня как таковых нет. Но если у тебя есть патроны марки R, они у тебя, я вижу, есть. Я их сразу же беру. Сколько по ней не стоили. Марка эта меня не интересует. Всё, свинтовки можно палить смело. А на деньги только деньги надо давать. Здесь товар обмен не проходит. Ну ладно, дам тебе. Всё, с моего супер ружья можно мочить. С любых расстояний. Ну что, поехали. Дедуля. Пора уже в мёртвый город идти, кстати. Тут что-то есть. Я думаю, время настало отправляться в последнюю локацию, в которой мы не были ещё. Я делаю сейф. А дедуля меня везёт. Ну давай. Пять тысяч. Пять тысяч на солярку. Давайте я солярку дам, а? И пайку подгоню. Не-е-е. Давай деньги лучше. Ладно, поехали. Капитан слюняет палец. Пять тысяч пропало. Проверяет направление ветра и громко скомандует саму себе парус. На Зюид Веста даёт швартовые и поплыли. Ну чё, мне даже страшно. Мёртвый город, как-никак. Или это пустыня? Это пустыня, да? Да, сюда надо было везти товары. Чё они тут делают? Какую-то оборону держат. Но здесь последний бункер, вы сами понимаете. А мы все приехали? Все приехали. Здрасте. Давайте я, наверное, здесь сделаю финальный сейв. Ну не финальный, а контрольный. Потому что игра непредсказуемая. Чем это может закончиться, я не знаю. Заново перепроходить у меня уже сил нет. Давайте здесь сохранимся. Сразу же попробовал загрузиться. Всё отлично. Всё у нас работает. Ну давайте общаться. У меня тут голод. Ну давайте сначала поем. Это реально у меня в животе аж демоны кричат. Консервы подогреть, приготовить. Всё, хватит. Ну давайте говорить, с кем бы мы тут ни общались. Мужчина с коротко остриженными седыми волосами, одетый на сталскерский манер, но не имеющий нигде поблизости типичного для представителей профессии брезентного рюкзака, кивает вам и заговаривает низким голосом с характерной для курильщика хрипотцой. Вижу у нас пополнение. Меня кустом кличут, ты спросить чего хотел или может быть так, пофилософствовать немного. У меня есть тебе парочка вопросов, ну давай пофилософствуем. Ну давай. Куст заглядывает он прямо в глаза, взгляд у него серьёзный, тяжёлый, непробиваемый. Если мужчина и хочет от вас чего-то, сути его желания по этому взгляду не понять. Сколько по-твоему стоит жизнь человека? Ну зависит от жизни, я по возможности стараюсь избегать убийств. Мужчина, понимающий, кивает и складывает руки на груди. Ты вот прям из головы мои мысли стал вытаскивать. Разумеется, на порядочного светлого человека рука не подымется. Но что если речь идёт о мразе, о подлеце? Слушай, короче, в пределах городской черты гуляет группа одного черта по имени Губер. Мне, да и мне одному, не только, дано уже его кончить, давно его кончить охота. Дерьма кусок, спасителем пустоши себя возомнил. Вроде со своими идиотами по окрестностям мутантов с бандитами отстреливает. А потом наш палаточный городок. Не понял его, облучение? А чё я стал облучаться вдруг? Мужик какой-то радиоактивный. Только пришёл уже облучить, ладно. В общем, спасибо, говорят, в общем, опасный тип. Но я за его совсем по другим причинам помню. Со времён, когда он сам головорезом был. Со времён, куз, закрывает лицо руками. Со времён, когда сестрёнку мою маршрутку за старым амбаром попортил. А так наигрался с ней, а потом взял, да, и горло перерезал. Больно слёзы её с хлипы её раздражали. Восстанови справедливость, брат. Убей, урода. Я тебе всё отдам. Всё накопления свои. Ладно, я займусь этим. Вообще-то его сам не пристрелил. Кулик. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Натальки, сделай всё, пойду его искать. Подожди, ещё пару вопросов. Скажи мне, что... Куда я попал, ещё я облучён-то? У меня к тебе парочка вопросов. Да. Как ты здесь живёшь вообще? Как видишь, тяжело, бедно, беспутно, но свободно. Если любишь декарство, то ни правительство, ни милиция. Просто кучка в основном одиноких мужиков, которым по кайфу тратить свободное время в жутких руинах ради пары копеек прибыли. Эх, романтика, ещё вопрос. Чем тут занимаешься? Пока с ней в заначке водится, с народом общаюсь. Кормлюсь, выпиваю, про новые интересные забросы узнаю. Когда консервы кончаются, Гейгера в руки и снова в рейд. Да, Гейгера, понятно? Радиация здесь везде. Хорошо, я понял. Есть тут вокруг гостиница или харчевня? Ещё чего? Вроде гуляет, слух в шок, что какой-то мутант открыл что-то подобное неподалёку, но я даже в это не верю. С кого тут прибыль-то иметь? И за кого прятаться, если бандиты с рехетирами нагрянут? Да и где тут харчевню построишь-то? В зданиях радиация засела, а в палатке бар как-то глупо выглядеть будет. В глубине города у сталкеров что-то типа базы есть, но это так ерунда. Ясно. Какие слухи? Те, кто мётном в городе до войны проживали, не осталось почти. Но, по слухам, после того, как бомбу упали, немногие выжившие разбили лагерь на рубеже города, по ту сторону речки, и был вроде среди них один мужик, инженер по профессии, чудак. Все пытался из усаревших горожан отряд собрать, да, для спуска местный метрополитен. Дескать, где-то там, глубоко под землёй, правительственный бункер остался, свободный от радиации, набитый доверху лекарством, медицинской техникой, едой, средствами связи. В такое ещё, я хоть не помру, пока читаю. В такое ещё поверить можно, но тот мужик всегда к своей байке добавлял, что идти туда нужно быстро, потому что, если лучевая болезнь его прикончить, никто другой в этот бункер попасть уже не сможет. Потому что там всеми дверями говорящими компьютер заправляет, который тебя впускает, только если в лицо узнал. Вот так дичь. Говорящий компьютер. Что дальше? Говорящая золотая рыбка, что будет ещё, которая может повысить твою личность и качество, да уж? Ну, спасибо за историющий вопрос. Вопросов больше нет, что тебе можно купить, 30 патронов и прочая-прочая хрень. Понял. Впрочем, сменим тему, поболтали до скорого. Кто это? Невысокий мужичок с запыленной рабочей одеждью увлечённо рассматривает вас хитрым прищуром ровно до того момента, когда наконец замечает, что вы смотрите на него в ответ. Это происшествие моментально меняет поведение чужака, он улыбается и приветливо машет вам рукой. Добро пожаловать в ад, дружище. Я Лёха Бурундук, а ты чё будешь? Я сам по себе, Лёха. А ты чё меня так рассматривал? Мужчина несколько смущённо отмахивается. Да не, не беспокойся насчёт этого. Таком говорить некрасиво, всё в порядке. Давай, я буду судьей того, что красиво, что некрасиво, после того, как ты мне всё объяснишь. Ладно, болтал, чертяка. Просто не хотел тебе говорить, потому что ты не местный. А не местный плохо нашу логику здешнюю понимает. Всё, что я делал, это прикидывал, сколько я смогу за твоё шматьё выручить. Когда на твой труп в пустошах наткнусь, вот сразу лицо злое делаешь. Я же говорил, что не поймёшь. Я не к тому, что грабил или убивал тебя собираюсь. Ты мне, может, как сын дорог. Просто жизненный факт. Большинство приезжих красавцев, которые без опыта и без знания здешней крови в мёртвый город суются, очень быстро свой конец в нём встречают. Кто от радиации, кто от мутанта, кто вообще хрен поймёт чего. Я вот твой прикид и оценил, чтобы решить для себя, есть ли смысл поглядывать в какую-то сторону пойдёшь, чтобы через пару дней следом на поиски трупа отправиться. Ответ, к которому я пришёл, если что, да, шмотки больно на тебе необычные. Всё, доволен? Мы все ещё друзья? А если я найду твой труп, то поступлю так же, да? Твоё право, это не писанный закон пустоши. На пару вопросов ответишь? Мужчина на полминуты записается, интересно разглядывая вашу обувь, после этого вздрагивает и быстро отвечает. Почему бы и нет? Почему тебя борондуком звать? Мужчина подмигивает вам, потому что я за пасы и вы. Не защёк же. Как здесь люди живут? Да вот, живут как-то. Я это место адом называю. Но это только из-за постоянных эпидемий, мутировавших тварей и кучи мест с повышенной радиацией. А так-то тут совсем неплохо на любителя, но неплохо. Так уж неплохо, ладно, ещё вопрос. Чем ты тут занимаешься? Да как и все мародёрствуют в этом городе, провода преимущественно таскаются, бывая потом мутантом-железнящиком или ещё кому-то под руку подвернётся. Понятно, чьи слухи. Лёха вынимает из кармана питающие динамо-машины велосипедный фонарик и подставляет её себе под подбородок, заставляя своё лицо светиться призрачным бредным светом. Байки любишь? Ну так слушай мрачную легенду о генерале Рядовом. В день, когда бомбы падали, генерал в местной части повелел Рядовому начистить себе сапоги. Тот принялся за дело, как вдруг бабах, ядерный взрыв, ну и сплавило их двоих воедино. Генерала Рядового в один живой организм, похожий на замысловатого кентавра, только без кожи. Говорят, если безумной ночью как следует прислушаться, можно услышать, как эта тварь по сей день пусто шебороздит. Матом ругается, как факты сама себе угрожает и позорным устранением из рядов Красной Армии. А всё потому, что передние ноги у кентавра генеральские, и они в бой спешат карать антисоветскую сволочь. А задние ноги от Рядового достались, и они в обратном направлении всё бежать стараются. Домой, к маме, понимаешь? Потому что мама это святое. Про маму это ты, наверное, подметил. Ладно, всё тогда, да? Тоже такая же хрень. Водку, наверное, надо купить у него. Потому что облучение. Я боюсь смотреть, сколько там у меня уже облучения. Ладно, пока, Лёха. Вон ещё кто-то стоит. Крепко сложенный широкоплечий хмурый мужчина средних лет. Деловит окивает в ламе, расстегивает молнию своей сталкерской куртки, показывая десятки прикреплённых к подкладке товара. После этого жест он хриплым голосом представляется. Добро пожаловать в ад. Ходящий магазин Миша Алтайского. К твоим услугам... Надо чё? А я поговорить хотел? Ну, чего ещё нынче ждать? Только разговоров. Каждый второй торгашов заделался. В былые времена половина местных сталкеров у меня с ней те припасы брала. А теперь, видимо, пришла пора сражаться за клиентов. Ну, ничего, посражаемся. Говорит, чё хотел. Хорошо торговаться в этой местности. Хреново. Единственное спасение было, когда я с ещё парой товарищей монополию держал. Но сейчас это просто ужас. Сталкер сходит в заброс, наберёт консервов и уже не в дупло своё тыкает, а другим продаёт. Предприниматели хреновы. А у настоящих профессиональных купцов берут редко и по мелочи. Не будь. Я таким хорошим парнем, я бы уже устранять таких дельцов нанялся бы. Что скажешь про мёртвый город? Сокровищество, объединённое с гадюшником. Лучше не скажешь. Понятно, что это за приветствие. Добро пожаловать в ад. Третьи слова много от кого ещё здесь услышат. Шутка такая междоусобная. Новичков хорошо пугает, а ветеранов эдаким опытным чертям выставляет. Да и ирония над постоянными опасностями, которые всех тут окружают, в этом приветствии имеется. Потому и прижилось. Буду знать. Поделившись какие-нибудь слухами, мышь, кусты и ещё пара местных сталкеров в дворе спионеров разбирали месяц назад. Подорвали часть завалов и проникли в ладовую актового зала, где при союзе всякие выступления и концерты проводились. Поначалу никакого толкового хабара, старые флаги, транспаранты для маёвки, горные, барабаны, бюсты Ленина. Пока до железного ящика, глухой мы закутки к ладовой не добрались. Мало того, что это не простой ящик оказался, а холодильник, да ещё и разработающий после всех этих лет на какой-то непонятной чуть ли не атомной батарейке. Так ещё и содержимое. Коричневый брикет какого-то непонятного вещества, 4 игральные кости из прессованного мяса, 13 позолоченных шприцов с голубой, светящейся жидкостью внутри, ледовитый, верно, ледовый цилиндр, насаженный на древко, замороженная пёсья, голова с ремнями и распорками. Чтобы можно было при желании как маску надеть модель Ленинского мавзолея из белого рафинада, килограммовый слиток Теллура с пробой-маркировкой и сопроводительная документация на имя Кота Владимира Георгиевича. Стоит ли говорить, мужики даже на Теллур не позарились, просто ушли молча и с тех пор только с парой людей об этом ему обмолвились. Понятно, могли бы Теллур взять. О, тут уже поинтереснее, смотри, мои патроны есть. Даже бронебойные. Это круто. Это я сразу покупаю, давите банку с тушенки. Меняемся, не глядя. Не, да, круто, да. Патроны редко встретишь. Знаете, короче, 20... Ахрен, ну, я никогда их, наверное, не буду использовать. Знаете, 29. Меняем на патроны. А еще 9. Я это при том, что по квесту отдал, в хуторе Доброго Пути кучу всего. Ну ладно, 50 оставлю, мало ли. Может, еще кто-то квестанется. А, не 11 здоровья дают. Но можно сделать наркоманом. Но я этим лечиться не буду. Конечно, лучше этим лечить. У меня шприцов сотни. Нахрен, ну, не надо. Давай, меняемся. Вот это я возьму. Ну, на калаш мне, наверное, уже не надо патронов. У меня их миллиард. О, вот это, конечно, надо взять, суперстимулятор. Это может не хватить. Тем более, мертвый город. Может, лечиться надо постоянно будет. Я это даже куплю у тебя. Если будет для что. Да, поезд денег самое сложное в этой игре. Да, оно просто все сливается. Ячейку надо сделать было. Короче, я тебя набросал, все. Пойду я пока, в общем. Еще один остался. А, еще. Нет, один, я с этим общался. Вот этот, с этим еще не общался. Вы видите худого, высокого мужчину. Он, испытывающий, смотрит на вас, будто ожидая, что вы сейчас устроите драку. Но быстро успокаивается. Тихо с янным огорчением произносит. Че, те, Артем? Шуганый брат закрыты. Точно тебе говорю. Ибо сам этим Артемом являюсь. Не в духе больше людей заброса таскать. Извини. А почему ты не в духе? Помочь может? Мужчина раздраженно щурится. Да как ты тут поможешь? Брата мне с того света не вернешь. А как это случилось? Как, как? Ходит сталкерство, конечно же. Уже уходить собирались с объекта. Больно, крики страшные слышали с нам в отдалении человеческих. Да вот задержался братан мой. И был за эту роковую ошибку разорванной частью. У меня на глазах какой-то голодной мерзостью. У меня рефлексы, понимаешь, инстинкты. Как увидел, что у братухи коготь полуметровый, затылка выглядывает. Сразу кинулся к выходу. Даже не разглядел, что за мутант причастен оказался. Будь он проклят. Прими мои соболезнования. Спасибо. Да я так. Я знаю, что с ним все хорошо. Не поленился до песчатых, песчаных баб сходить. Консерву им положил оленей бок бутылку водки. Сказали, что видят его душу у лесного трона черного козла. С метким луком в руках сидит и ждет начала великой охоты. Просто свыкнулся, пока не могут с тем, что в этой жизни уже с ним не увидимся. Грустно, конечно. Что тебя еще волнует? Давай вернемся к вопросам. Нет, у меня настроение на вопросы отвечает. Ладно, удачи. А, кстати, что с... Ох, двести пи... Двести пятьдесят. И что у нас? Один квест получается, да? Сталкер по имени Кус попросил меня перебить шайку Губера. Их можно найти на юге города. Ага. Так я переполнен из-за чего? Из-за влучения, да? Сопротивление радиации 15%. Это защищает меня от токсичности. Токсичность пока что единица. Ну давайте, у меня таблетки есть. Однажды они мне помогли. Насколько... Хорошо, что я их с собой ношу и купил, кстати, много. Двадцать штук. Мне хватит на 24 часа 50%, а две таблетки на сутки. То есть на десять суток. За десять суток я должен пройти эту территорию. За десять суток, я думаю, пройду эту территорию. Раз. Сто процентная защита от радиации. Но облучение есть, но понятно, водочка тут надо. Кстати, водочка у кого-то в продаже была, по-моему, у него. За двадцать пять рублей. Довольно гуманная, скажем. Берем. Сейчас только деньги найду. Водка должна убрать, по идее. И она не должна повышаться, да? Ну, все, соточка. Бутылка водки 150 сразу и, по-моему, еще там 100... И 100, по-моему, еще в процессе. Ну, все, раз защита. Ну, немного выпивший, но зато здоровый. Кстати, а сколько мне стоить будет... Слышите, а дедочку радиации не торкать, не? Дедуля, ну назови мне цифру, обратно добраться. Капитан, мол, сейчас смолит трубку, он весь... А, вот чем у него секрет. Трубка защищает. Он весь нахохлился, а не унимает руки из карманов. Очевидно, что ядовитые ветра мертвого города ему не по душе. Да, как же ты выживаешь-то? Капитан, капитан, не отцепишь свою табачку. С табачком грех не помочь. О, махорки получила. Обратно довезешь? Давай назад по полторы тысячи. Ну, понятно. Знаешь, лучше пойду погулять немного. Ну, гуманно, но не хоть не пять тысяч. Могло быть и хуже. Кстати, сюда не залезешь. Ну и ладно. И что мне... А, это уже выход. Фу. Это уже выход с локации. Тут особо ничего и нет. Это только первая часть нашего путешествия. Ну, правда, три выхода есть. Раз, два, три вижу. Как минимум. Ну, давайте выходить. В общем, зона радиоактивная. За десять дней мне надо все здесь прочесать. Чтобы... О, еще трупы валяются. Ну, это я уже не буду подбирать. Ну, это можно. Это, 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 пожалуйста. Так, водка на меня подействовала. Почему, и что она еще не убирает сотню? Ну, что, вперед, господа. Вперед. И куда меня сейчас? Наверное, будет опять мини-локация, как в ущелье Бедда. Да, такая же мини-локация. Ну, мне так пофигу. У меня рад защита. Юг города. Север там, юг здесь. Ну, давайте посмотрим на шайку. Губера. О, рад защита. Что-то водка дважды не сработала. Один раз только что-то сработало. Не пойму, почему. Ну, хоть радиация не растет. Уже хорошо. Дождь пошел. Радиоактивный. Ну, это может быть проблема, конечно. О, губер. У. У. Кто-то поинтересней. Ё-моё. Мутанты. Наконец-то гури увидели в этой игре. А вас немного тут, господа? О, вас немного тут, господа? Ну, что, нам, по-моему, конец. Так, я и перезарядиться еще забыл. Ну, давай попробуем их на прочность. Не знаю, насколько они крутые. Как собаки. Ну, да нет, добьем, я думаю, с двух. С три ствола, я думаю, добьем. Нет, это не серьезно. Ну, не знаю, какой они уроны, конечно, еще наносят. Но пока что терпимо. Ох, он еще кричит там что-то. Арха. Он что, очереди может? А, давайте. Давай, ох, очереди. Повалим сейчас всех. Хо-хо-хо. Не злите меня, можно перезарядиться. Двоих сразу убрал. Ох ты, их больше и больше. Я думал, это все. О, мы его не убили. Хьюстон. Мы его не убили. Собака, ударю раз. Отлично, убили. Осторожно. Ого. Да нет. А, я все. А, это не я. Фидель готов. Нет, ну, он терпимый по четыре. Я думаю, его не убьют. Наверное. Ну, четыре урона это так себе еще, вам скажу. Могло быть и хуже. Хотя могут и убить. Могут и убить. Ну, давайте по одному выстрелу, чтобы их меньше здесь было. Выносить. Плюс дедуля, который что-то не убил. Ну, Фидель, я надеюсь, ты выживешь. В принципе, осталось двое. Нет, ну, бьют, конечно, много раз. Все, при смерти, Фиделю конец. Что-то мне дурно, кажется, у меня отравление. Что? Откуда здесь отравление? Радиоактивная зона какая-то, да? Значит, ну, тут не так все просто. Или нас эти отравили? Ух, да они тут вечные. Фидель, тебе, наверное, конец. Не более... А, нет, Фидель встал. И уже раненый. А как ты стал раненый? Фидель использовал стимулятор. Красавец. Я знал, что тебе их надо дать в руки. Ладно, добиваем. Ну, что-то я все равно отравлены. А что это значит, интересно? По какой причине мы... Ох, еще и сзади остался. Фидель сейчас себя 5, наверное, отправит, да? Все, или еще кто-то остался? Да, патронов мы тут потратили. Посчитайте. Так, а что за отравление, господа? 132. Как ох. Хрена. И у них-то и взять-то нечего. Ладно, давайте бежать. Видимо, зона какая-то нестабильная здесь. Фиделя, что там у тебя? Половина линии, да? На тебе таблетку. Нет аптечек. Хотя космоп... Держи. Я его продаю все равно. Ты наркоманом же с ним станешь, как я, надеюсь. Ну, ты жри ее. Все. Так, быстро отсюда. Здесь какая-то радиоактивная зона. Нездоровая здесь атмосфера. Да, мы отравляемся здесь. Будь здоров. Фидель. А хотя какая разница. У меня во фляге вода, кстати, была. Можем выпить. У меня, в принципе, 19 бутылок. Ну, ладно. Будем умирать, тогда уже будем пить. Сейчас флягу найду. Ну, все. Ну, что, так все ребята, я вам скажу. Их много, конечно. Ну, что еще отравление пошло? Не пойми, по какой причине. Ну, тут никого нет больше. А юг города, это так как... А вот и губер. Так, выход недалеко, кстати. О-о-о. Ого. Ого-го. Так, у этого... СКС. Он нас снимет с любого расстояния. Это автомат. У этого топор. У этого, по-моему, пистолет, топор. Пистолет. И автомат. Ну, им надо подойти поближе, чтобы, конечно, нас грохнуть. Но с топорами это мы справимся, конечно. Ну, если что, свалить можно. В принципе, местность неплохая, я вам скажу. Убирать надо первого с винтовкой. Вот этого. То самое опасное чмо. Второй вот этот. Кто из них губер, я не знаю. Бьем всех. Так, сейвимся. Ну, ладно, поехали. Поехали. Что бы тут ни было. Нет, давай, наверное, перезарядимся. Что неизвестно, сколько будет длить с собой. И мы еще первыми начинаем. Слушай, нам тут дали, конечно, карбланш. Еще и прицелим. Сейчас буду в голову бить. Все, теперь сохраняемся. Ну что, давайте попробуем. Достаю я до этого. Ну, тут можно из-за столба, конечно, постреливать. Не, ну давайте, чем дальше, тем лучше. Автоматчики не достанут. Но это с винтовкой самый опасный. Но он стоит, кстати, ближе всего к нам. Здорово. Покедово. 41. Давай, наверное, отбегать. Так, вот это винтовка. Пистолет-то такое, но вот это автомат, да, тоже опасный тип. Топоры можно не брать во внимание. Лихий дедушка сейчас расстреляет. Шикарно просто. Не попал. Ранен. Ну, давай я два раза в нем. Может, мы его сейчас убьем. Раз. Два. Минус один. Шикарно. Правда, не отбежали. Но у вас сейчас винтовкой будет палить. Палит. Ребра хрустнули, говорит Фидель. Ребята, они близко. Их что-то много. Легко ранен. Это печально. Так, с винтовкой самая опасная. Вот он. Шанс попасть. 46. Ну, я попал. При смерти еще праздник бы. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Все, Фидель мертв. Да, Фидель мертв. Ребята, отстреливаться будем, нет? Так, мне братков лечить надо. А, Фидель сам себя лечит. Смотрите, стимулятор. Этого, конечно, не хватит. Вот это надо... А, и этот сам себя лечит. Красавец. А что у вас? При смерти. Ладно, давай я сейчас это уберу. Кто-то зарубит. Второго... Второго я не успею. Я только достану лекарство. Надеюсь, Фидель выживет. Да, я так и думал. Ну, я выйду вперед, конечно. Это сильно не поможет. Дедулю сейчас застрелит. О, собака вышла на первый план и берет удар на себя. Так, легко ранен, ранен. Ну что, будем лечить собаку? Сколько здоровья? Я не знаю, сколько здоровья ранено. Давай. Не могу подойти, да? Да. Шаг надо сделать. Ну, я сделаю. Все, здоров. Переключаемся. Тут можно прицельный даже сделать по... ...раненному. Эх, убить бы тебя с одного раза где-то. Так, деду, конец я чувствую. Что-то они стреляют теперь не в собаку. Если бы ты его, Фидель, убил, было бы мега круто. Но ты его не убил, Фидель. Все, что я могу. Ну, эти лечат себя этими стимуляторами. Смотрите, грицогены эти лечат. А собаку кто... Я должен лечить-то, по идее. Ну, ладно, буду лекарем в этой схватке. Буду лекарем. Давайте маленькую, да? 20-30, если ранен. 40-50, 40-30. Ты хоть ими, 43. Куда ты их потратишь? Жалко, что ли, собаку родную вылечить? На. Тем более, все стоим рядом. Если дед не помрет, все будет нормально. А что я могу за четверку сделать? За четверку я могу еще раз слазить за симулятором и... ...добавить его в ячейку. Блин, деда сейчас убьют. Убейте этого... А, он лечится. Нет, не лечится. Чего мы убить не можем? Не пойму. Жесть какая-то. Убили, наконец-то. Ё-моё. Да неужели? Так, сразу же собаки вкалываем. Дед лечится? Лечится. Собаки вкололи. О, ты мой герой. Иди сюда. Иди сюда, прощай. Самый опасный человек на этой карте. Ну, сюда я даже не зайду. Да. Собака, держись. Ты легко ранен, а поэтому должна выжить. Дед лечится, по идее. У этого нет патронов. Пришел кулаками драться. Но это выход. Это выход. Ранен. Так, ну это не страшный тип. Кулаками он сильно не набьет. Давайте снимать вот этих подонков. На. 35 урона. И я пошел в рюкзак. Это больше принесет пользы. Хотя можно теперь уже лечиться и маленькими. Я думаю, собаку не убьют. А деда убьют. Меня просто убивает. Шанс крита. Прикиньте, все, конец игры. Меня вымораживает. Был гексагент здоровый и сразу смерть. Бой был на нашей стороне. Собственно, шанс. Фух. Ладно. Ладно. Ну, давайте продолжать. Тогда заново. Выиграли бой, случается крит, смерть. У меня ни одного крита не произошло. За всю историю здесь нахождения в этом месте. Ну, сколько дрался. Ни одного крита. Ладно. Ладно. Как скажете. Я просто офигеваю просто от случайности, которая может здесь быть. Сука, баланс надо какой-то делать тогда. Чтобы у меня хотя бы был шанс убивать с одного раза. Я никого не... Даже крит не вылетел ни разу у меня. Ни разу крит не вылетел, сука. А тут сразу смерть, когда мы уже, мать её, выигрывали. Ну, тут нужно лекарства. Надо сразу лекарства брать, конечно. Хотя, какая разница. А вот теперь попробуй разверни такую же ситуацию, чтобы так же было. Вот попробуйте развернуть. Крит, смотрите, сука. Ещё и отравление меня накрывает. Как-то несправедливо, товарищи. Как-то несправедливо. Ну, ладно. Убил. Ну, вот поговорил про несправедливость. И у меня вылетел один крит за всю игру. Ну, что, я отхожу. Я буду вас лечить сзади. Мне нельзя стрелять в меня. Иначе меня убьют. Всё. Всем пока. Разбирайтесь сами. Только вот это надо убирать. Вот этот кританул со своим автобусом. А, ещё один с пушкой. Слышите? Два с винтовкой разве было? А, я одного убил практически сразу. Или как-то, не помню. Вот этот теперь опасный. Кто дал придурку гранату? Вы не знаете? Я не знаю. А, он бросил бомбу. Да, у него было одиночное. Так, давай мы тебя убьём. И вот этого. Ну, тут крит даже и не пахнет. Так, мне надо стоять сзади, я чувствую. При смерти. А тут, а тут кайф. Так, это надо лечить. А, он сам себя лечит. Ну да, он сам себя лечит, но всё равно надо лечить. Спасибо. Да не за что. Мне надо, наверное, брать или не брать. Что у него там? Легко ранен, мы его не убьём. Он сейчас будет бить. Полез я, наверное. Вы, короче, отстреливайте, если я вас буду подлечивать. Тактика, в принципе, неплохая. Если никого не кританут, всё будет нормально. Я становлюсь сзади вас, за спину. И впереди стать. Ну, я лечу. Нет, я сзади стану. Я буду ваш лекарь. Поехали. Сплёвывает кровь. Собака пошла в атаку. Куда ж ты, мать твою, так далеко пошла? Ну что, я за тобой бегать, мать твою, буду. Всё, конец собаки. Охренеть. Пробежала 20 метров. Да, иногда я думаю, лучше бы не было вообще у меня напарника. Как-то лучше бы какую-то одинокую волку сделать. Я вылечил собаку, нет? При смерти. А кого ж я вылечил только что? Себя? Себя вылечил. Себя мать твою вылечил. Всё, собаке конец. Начинается нервное потрясение. Промахнулся миллиметром и вылечил мать твою себя, а не собаку. Да. Да, ну ладно. Пробуем дальше, но что делать? Я не могу управлять войском, я не могу сказать ему, валите нахрен отсюда. Но оно мне нужно, конечно, чтобы меня не убили. Ну ладно. Теперь попробую дождись крита. Да никогда такого не... Блин, забываю поставить эту лечебную штуку для друзей. Обычно я на себе использую. Пробую прицельный. Ну, сработало. Второй раз подряд, да? 65. Меня сейчас будут все стрелять. Я могу, в принципе, зайти полечиться за четвёрочку. Что я, собственно, и сделаю. Урон не сильно большой, на десяточку. Но сейчас, конечно, будет бить. Причём сильно. Вот, про это я говорю. Если бригада моя сейчас не подтянется, или Фидель меня сейчас застрелит в спину, тогда будет всё. Так, ранен. А что я могу сделать? Они меня сейчас будут убивать. Ага. Давай... Давай одиночными. Хотя это не самые серьёзные ребята. Этот посерьёзнее был. Так он здоров уже. Вылечился. А, я в него не стрелял. Ладно, давай вот это убирать. Задолбал. Отлично. Ну, а что я там? Держусь ещё. Держусь. Так, ещё одно опасное чмо. Два раза ранен. Два раза не ранен. Большой стимулятор. Отлично. Так. Ну, я могу только один одиночный сделать. И то его не убил. И не ранил. 28. Но вблизи, понятное дело, стрелять. Не каминфо. О, спасибо, что Джульбарса заметили. А не меня. О, Джульбарс вступился в меня. Да, прикрыл, конечно. Только не сдохни. Не сдохни, мать твою. Отлично. Отлично. Так, эти-то себя вылечат. А вот Джульбарсов-то вылечит. Я, конечно. Легко ранен. Неплохо его пробили. Так, тут можно прицельным. Прицельным. Причём можно бить кого угодно. Но мне надо вот это убивать. Или хотя бы в кого-нибудь. Кто тут легко ранен. Давайте одного уберём. Уже будет легче чуть-чуть. Но крит не получился, к сожалению. Да и в инвентаре я не найду. Не зайду, вернее. Молодец. Один раз увернулся, уже хорошо. Ну и не промахнулись ни разу. Задорно. Конечно, задорно. Вхожу в инвентарь. Всё, что могу сделать для собаки. Легко ранен. За четвёрочку опять же вхожу в инвентарь. Нельзя было, да, их сразу всех кучкой выложить. Ну тут как повезёт. Вот сейчас крит будет и всё, и конец. Повезло. Пока что. Наконец-то вы кого-то убили. Так, раненая собака. В любом случае надо лечить. Очень много ещё бойцов. Причём раненая конкретно. И один прицельный. Думаю, они уже что, домой побежались? Здоров, здоров, здоров. Давай от этого. 36 урона. Нормально. Всё, эти, эти, по-моему, по-моему поняли, что дело труба. Легко ранен. Это ж, мать твою ж, какой же ж у тебя там уровень жизни-то, а? Эй, 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 эй. Ну ладно, бой, конечно, один из сложнейших. Подожди. Подожди. Я не буду рисковать собакой, потому что, сами понимаете, любой крит и там конец. Я лучше не буду стрелять, тем более двое уже боятся. Давайте маленький поставим. Ты тратишь мои патроны, ублюдь. О, вернулся. Красавец. Ранен. Так, дайте мне, что там у тебя? Легко ранен, я думаю, переживёшь, да? Давайте уже с этим закончим. Давайте с подонком покончим. Останутся нас двое. Они типа из прикрытия бьют, да? Сейчас сам расскажу, как это. Бить из прикрытия. О, а там уже патронов нет. Я тебя вижу. Получил? Так, собака ранена. Ну, я думаю, ты не умрёшь за один удар. Так зачем прицелим? Давай его бить. Обычными, одиночными. Пока, ублюдок. Фух, мы выиграли. Мы выиграли. Несмотря ни на что, конечно. Но мы победили. И отравление ещё бьёт. Кстати, надо не забывать. У нас там вода есть. Ну, в принципе, у нас тут эта херня есть. 500 снимет. И 500 снимет. Ну, пусть, давайте дождёмся 500. Так, собираем. Здесь хорошее оружие. Можно хорошо заработать, если постараться. Вау. Броня сталкера. Ни хрена себе. Вот какие непробиваемые были. Ну, плюс 3 урона у меня есть. Вот сопротивление урона. 26% это круто. Ещё и... Смотрите, радиация, сопротивление. Ну, радиация у нас вообще-то проблем не особо много. Ну, ладно, давай забирать всё, что можем. Это можем оставить. Это мы этого обыскали? Да, давайте поучей где-то. Кто-то... Кого-то не найдём. Красава. Вот это хорошая вещь, конечно. Верёвка. Мусор я не буду. Топоры собирать. Хотя, может, и стоит. Топор стоит сколько там? Это не щеброды, но броня, я думаю, хорошо пойдёт. Ладно, давайте топоры соберём. Топоры, в принципе, ничего. Блин, ну... Фу. Мощные, конечно. Мы, по идее, в первом бою должны были победить. Но не получилось. Крик сработал, падла. Так, это я собаке скормлю, заслужил. Всё, не могу уходить. Ну, неудивительно, готово. Так, Фидель, я думаю, ты всё потянешь. 19 килограмм. Легко. Хе-хе. И ещё... И ещё 8 можешь. И ещё... Так, мы там не умрём от отравления. Так, кусок мяса я скормлю. Ещё 8 даже легко сможешь. Калаш тебе не дам, будильники забери. Чай забери, кофе забери, бутылку забери. Отлично. Фидель почти всё засосал. Так, собака, что там у тебя создаёт? Подождите, отравление. 300 улиц. Ну, тикает, но не так сильно. Да нет, тебе надо аптечку дать. Мясо попозже дам. Так, ну самое интересное у этих двоих. Автомат? Да, это хороший. Знаешь, сколько он стоит? 1200 торговцев. Именно вот этот. Пиво кто-то будет? Я нет. Ну и винтовка. Ну, это охотничье оружие, обыкновенно. Но било неплохо. Неплохо. Было бы что-то у них помощнее. Наверное, всё. Наверное, дрова бы были. Ну всё, мы выполнили квест или нет? Чай. Фидель, а ты это, наверное, не потянешь, да, уже? 4 килограмма. Что у нас есть на 4 килограмма? Ну, это на 7. На 4,54, не? Не, на 3 тянешь. О, автомат возьми. Хотя, какая разница? Мы можем с вами идти по любой местности. Главное теперь сварить отсюда. Что там уже 400? 129. Ну, 500 будет выпить тогда. Так, сохраняемся. Блин, сильнейший был бой. Пошли назад на причал, да? Сейчас одну бутылочку этого... Нет, как она называется? Антирадин. Это не с этой оперы. Вернее, с той же оперы, только с другой игры. Антиотравин. Так и тут, главное, яд идет. Вот идем по дороге, и яд идет сильный. Ладно, я пью. Малая, сейчас еще сдохну. Все, готово. Давай. Там еще потом будет бонус, потом, если что-то. Я сейчас просто хочу разгрузиться. Опять они. Я не хочу с ними драться, это скучно. Я не буду, я загружусь. Да в баню их. Их миллион, и... Ну, понимаете. Ну, какая радость вот этому уничтожению бойцов, которые... Так я, главное, не могу загрузить игру, пока они не походят все. Это хуже, чем крысы, короче. Это жесть просто. Ну, ладно, раз напали, так напали. Давай уж. А, у меня нет автомата. Кайф. Кайф, теперь будем вдвое больше бить их. Двое дольше, вернее. Автомат забыл поставить. Ладно. Хоть раз выстрелить могу я? Могу. Не убил. Да. Дай дураку гранату. У Фиделя нет патронов? О, серьезно? Нет, это будет лица вечно без... Подожди, Фидель. Все, и собака еще боится. Хамахайте. Подожди, а что Фидель без патронов? А что, дед, гранату бросил? Откуда у тебя граната? У тебя же закончились уже. А, у тебя одна была, блин. Ох, они подходят. Да нет, блин, это бред какой-то. Смотри, кстати, они мне урона не наносят практически. А, если броню бы одеть. Слушайте, надо было бы броньку поменять. Блин, броньку не поменял. Патроны Фидели не дал. Да, у вас тут тысячи. Вы что? Да ну, мать вашу, что я что буду? По сто патронов на вас тратить или что? А ну, давай посмотрим. Давай привал. А ну, покажите мне, что тут за проблема. Во-первых... Во-первых, броня. Эта броня намного круче. Смотрите. Я чувствую себя человеком. Во-вторых, Фидель. А, вы их надели уже, эту броню. Ну, Фидель точно надел. А дед, а ты что вообще без брони не могу понять? Не понял. Че ты без брони? Ответь. О, сразу выглядишь человек. А я думаю, в этой броне они нам вообще урона не нанесут. Так, мы умираем. Это мясо пригодилось. Отлично. Фидель, а что у тебя за беда? А, так ты в руки взял этот дебильный автомат. И хочешь еще из него и стрелять, да? Ты же в руки взял его, да? Да, он взял в руки вот этот автомат. Автомат-пулемет, по-моему. Автомат с одним патроном. И зачем ты его взял в руки, если нет патронов? Пистолет и ПП. Автоматический пистолет. Он взял в руки. 4,10 урона. Поменяв на Марк 19, 10, 19 урона. Ну, логика, да. 100%. Сейчас я заберу у тебя патроны. И посмотрим, что ты сейчас возьмешь в руки. Я не уверен, какой он пистолет держит в руках. Надеюсь, что свой. Ну, конечно, интеллект. У данных персонажей великий. И вы патроны как-то просчитали, что ничего не получится. Ну, ладно. Я уже привык. В принципе, ничем не удивили. Так, мне надо срочно кольнуться. Если я не стану наркоманом. Подожди. Я могу стать наркоманом прямо сейчас. Прямо в эту секунду могу стать наркоманом. Я сейчас переполнен, кстати. Дайте я кольнусь. Вот эти монстры сейчас наносили мне 3 урона. А вообще будут наносить в броне теперь вот этой. Я буду думать, наверное, с 0. Ну, они вообще меня, наверное, не зацепят, мне кажется. Все. Пошли. Странные ребята. Взял автомат с одним патроном и пошел в бой. Выбросив пистолет, который в два раза мощнее. И у него навык пистолета прокачан вдвое больше. Ну, в принципе, это тоже пистолет, конечно же. Но урон-то у него меньше. Тем более автоматической очереди Фидель еще никогда не пускал. Но, наверное, это наше счастье, что он никогда не пускал. Слушайте, отравление что-то уменьшается. Само по себе. А, мать твою. Твою ж, мать. Как же задолбало этот дебилизм. Ну, вы серьезно считаете, что вот это интересно делать, мать твою? С 26% шансом уклониться. Вы серьезно думаете, что это кайф? Товарищи разработчики, ну, ёперы с этой. Ну, лучше бы продумали, как бы квесты все захватить в этой игре. Не вот этим дерьмом страдать. Идите в задницу со своими вот этими нападениями. Они не наносят урона, вообще не наносят урона. Нахрена вы их поставили на карте с обязательным прохождением? Вы что, с ума сошли? Все, я уже начинаю взрываться. Только, только, мать его. О, у меня все здоровье, смотрите, сохранилось. Все меньше и меньше здоровья. Как это такое возможно? Почему у меня здоровье все меньше и меньше? Что происходит? Я что, не сохранился, когда выходил, или что? Ладно, я не буду это еще раз делать. Раз у меня автосохранение берет с быстрого сохранения, хотя по времени у меня автосохранение было позже, но игра считает, что лучше загрузиться с предыдущего сохранения. Ё-моё. Какая жесть-то просто. 247 и я умираю от отравления, кстати. Смотрите, я урон получаю страшнейший просто. 54 у меня уже. Нет, я уже начинаю бомбиться. А это опасно для здоровья. Психологического. Зачем вот эту встречу делать? Патроны разгрузить, что ли? Ну, не наносят они урона, это не серьезные противники. Вот этот бой был интересный, он реально был интересный. Сложный, конечно, вмешаться. Вы стали свидетелем бурного спора между двумя группировками. Мы уже видели, мы как-то вмешались, смысла нет. Друг друга стреляют и... О, я уже наркоманом стал. Прикиньте, вылечился. Давайте еще раз автосохранение сделаем. Короче, нас решили на этой карте задрочить, короче, да? Ладно, посмотрим, кто кого задрочит. Я кнопку автозагрузки или меня разработчик. Я, короче, использовал шприц и у меня наркомания случилась. Наркомания почти ничем не лечится. Это мне надо ли ехать в город или... Нет, у меня один шприц есть. Один шприц за всю игру я получил, как вылечить наркоманию, избежать шансов. Но это лучше. Лучше от крыс спрятаться. Вот, ситуация уже поменялась. Так, я умираю от отравления. Хотя она у меня уменьшается. Не могу понять, почему я умираюсь, она у меня уменьшается. А что она у меня уменьшается, реально? В принципе, можно взять противогаз вот так вот и все будет хорошо. Но противогаз минус один внимания дает. Ну ладно. Так, это можно использовать. Я наркоман? Нет. Вот теперь шанс 50 на 50 стать наркоманом. Это как я бутылку водки когда-то выпил, помните? Все, кстати, отравление ушло. Причем автоматически. В эту область заходишь, начинается отравление. Отходишь, оно исчезает. Хотя раньше надо воду было пить обязательно. От крысы я люблю просто. Крысы замечательные. А вот этот бред с мутантами, я думал, что-то интересное будет. Нет. 200 мутантов на карте, которые наносят 1-2 урона. И их много. Пока они не походят, ты не сможешь даже загрузить. Кнопка не работает. Не надо этого делать. Лучше бы квесты продумали. Лучше бы дали возможность сыграть в большее количество квестов. Или сложных боев на карте бы поставили. Вообще пустые места. Встречаются какие-то бандиты, которых можно убивать, а можно вообще пройти мимо. Но зато мутанты, которые не наносят урона. Не знаю, не знаю. Зачем вот тут... Чуть-чуть бы добавить в эту игру искры, и все, это огонь бы был. Не понимаю я, чем они руководствовались, когда планировали эту карту. Ладно, короче, у меня работа готова. Я возрадуюсь, а я его убил. Куст широко улыбается и хлопает вас по плечу. Отлично сработано. Я переполнил, что мне там дали. Консервы 3 штуки. Без этого чистоплюя всем легче жить станет. Даже тем, кто его уважал, вот увидишь. Что до твоей награды, вот тебе тысячи рублей, и лучшее снять из моего последнего рейда по забросам. Его тут уважали, он же злодей, убийца твоей сестры и все такое. Лицо куста внезапно мрачнеет, и он шмыгает носом. Ну что ж ты меня прямо по старой ранит, а? Давно ведь это было. Никто из местных свечку не держал, поэтому многие его тут считали героем-защитником от мутантов. Только я знал его ужасную красивую природу, будь он трижды проклят, а ты трижды прославлен за избавление мира от этого подонка. Может он мне еще и соврал? Ха-ха, прикиньте, может он конкурентов брал. Но с ними нельзя было поговорить, они все были агрессивные. Ну не знаю, вот смотрите, опять же квест. Двусторонний. Может быть он был герой, который защищал от мутантов, а может быть не герой. Дайте поговорить мне с этим губером, какого хрена вы мне не дали с ним поговорить. Может быть он бы меня убедил и рассказал правдивую историю. Не, не, тут только в одну колею иди. Вычистить и убить всех и закопать, но я их не закапывал. Ладно, держись, нос не вешай. Смотрите, что-то мне это все не нравится, пойду и лучше. Действительно. Тут можно только так высказать. Короче, убили мы героя, охотника на мутант. Вот в чем фишка. И вариантов у меня, наверное, не было. Может надо было, конечно, с кем-то поговорить еще, может и нет. Ладно, давайте толкать. Тут у меня 300 рублей моих есть, и все патроны можно выменить. Что это такое? Охотничье оружие. Ни хрена себе оно у вас тут стоит. Полторы тысячи, вы что? Дайте, я заберу патроны. Чувствую, я сейчас верну себе все, и патроны еще придется забрать. Так, водку я заберу. Нифига себе в ружье стоит тут. Господа, вы видели цены? Давайте все патроны, я не знаю, что с ними делать. Ну как-то ж надо купить ружье. Все, я не влезу вам. А, я могу взять вот это. Вот это. И вот это. 524. Блин, две махорки. 540. Шляпа 240. Ладно, шляпу не буду давать. А, топоры у меня куча была. Дайте, два топора еще. 1679, а ты мне еще что-то подкинешь на 100 рублей где-то. О, идеальная сделка. Забирай. Ну что, куда теперь пойдем? Мне правда еще надо эти сдать. Бронежилеты. Мы их не унесем дальше. Все, квестов больше нет получается, да? Теперь только бункер надо найти. Ладно. Ну, короче, я туда вниз не пойду. Пошли вверх, сходим, посмотрим, что тут. Только я буду, сразу говорю, я буду загружаться, если будут мутанты идти. Это бессмысленная просто трата времени. А самое главное, патронов. Тут можно свободно бродить по городу. Радиация нас не торкает. Я даже противогаз надел на случай свеотравления там или еще что-то. Крысы. Вот крыс я люблю. Шанс 76%. Слушайте, давайте водки бахнем. А то мне что-то радиация сотня не уходит. Меня так напрягает. Выпивший. Ну, хоть не алкоголик. Спасибо, что хоть не алкоголик. И без похмелья. Выпил бутылку водки, получил 12 опыта. А, это не то. Это я от крыс ушел, получил. Кстати, тут огонь горит, смотрите. Ну, тут ничего нет. Бас никаких нет. Огонь горит. О, зона появилась. Нормально. Круто. А что это такое? Ух ты. Опять вай-вай. А, нет, эти зеленые. О, здесь можно поговорить. Там нельзя было. Ладно, давайте побеседуем. Кто бы вы ни были. Ну, хоть зеленые. Хоть можно с вами поговорить. А что это вообще за место? Ээээ. Ко-со. Что-то комсомольское или что-то того. Ладно, мужчина в маске встречает вас осторожным хивком, давая понять, что заметил вас, но никак иначе не проявляет собой заинтересованность в дальнейшем разговоре. Что-то осторожись, приятель. Ну как что, базу сталкеров внутри мертвого города? А, база сталкеров. Они упоминали про нее. Тут есть два более или менее цивильных места. Пристань с ней, тут полагают и знакомые. Вот эта дыра. Можешь пройтись, поболтать с торговцами. Вон Оксана бродит здание, еще люди сидят. Какие у вас интересные места есть? А какие на помойке с монстрами могут быть интересные места? Но могу посоветовать взглянуть на останки старого института. Там опасно, мы туда особо не суемся, но может ты что-то интересное там найдешь. Сталкер жестом просит вас достать карту, затем ставит на ней небольшой кружок отгрызком карандакша. Во, мы нашли бункер. Что ты тут сторожишь? Какие сплетни у вас тут бродят? Так какие тут сплетни? Недавно новички проходили. Так они сказали, что недалеко от краснознаменного цирк встал. Цирк, шапито. Эх, сюда они точно не доберутся. Ладно, пока. Хотя подожди, что ты продаешь. Ладно, пока. Короче, мы нашли бункер, куда идти в этом городе. Все у нас в шляпе теперь. Привет. Ух, мужик это или кто это? Это женщина. Могучая женщина в 40-ка. Детает смесь армейской униформы. Типично сталкерское обмундирование. Смахи от сплеча длинные темно-русые волосы. Кивает вам. Добро пожаловать в ад. Поторгуем? А что это за приветствие такое жуткое? С легкой руки сталкера Корсара начали всех новеньких в мертвом городе так приветствовать. Другие тебе, может, другую сторону этой фразы напрятут? Да они и тут сами без 5 минут зелень. А ты получаешься ветеранка, да? Женщина усмехается и потеряет лоб. Ну как сказать, живу я здесь дольше многих. Значительно дольше. А что это за сталкер Корсар? Он пришел сюда, когда местное население еще не все по пустошам растворилось. От города тогда еще активно фанило. Корсар уже сидел у берега, да хабар за деньги натасканный перетаскивал. А если случалось кому к нему подойти, руку в воздух поднимал примирительно и кричал. Добро пожаловать в ад, братишка. От него и пошло, а потом он ушел. Ну или если слушать дураков всяких, то хотя ладно. Это уже совсем чепуха. Харизма. Понятно. Кто эти другие? Ну кто, кто другие старожилы? Что с тобой еще никто? Разве с этой фразой не здоровался? Если нет, то будь уверен, вскоре поздороваются. Понятно. Поговорим. Тут сработала харизма, там нет. А кто ты такая вообще? Зовут меня Оксана. А ты лучше не представляйся, у нас тут такая традиция, кто мертвяка по имени знал, тот его и закапывает. А учитывая, как быстро новички в этих краях мрут, ну ты понял. Откуда ты родом? Сама я родом из Великих Луг. Но рано путешествовать начала. Побывала и в Минске, и в Даогавпилсе, и даже у руин внешнего кольца Москвы пару месяцев провела. Расскажи про это место. Старики болтают, что при Союзе Метвый город был большим и богатым портом. А теперь, видишь, как культовое место в пустошах, кладовая неизведанных сокровищ. Одного цвет мета под всем этим бетоном больше, чем достаточно для того, чтобы тысячи сталкеров счастливой пенсии обеспечить. Только достать бы его. Расскажи про это место. Старики болтают, что... Все, понял. Сплетни? Мой коллега по цеху сталкер Дубравин и так... Крепкими нервами не отличался, а тут вообще парень с катушек слетел. Не советую с ним много общаться. Шизу еще подхватишь. Хорошо. Он где-то здесь? Хорошо. Ладно, показывай, чем поторговать можешь, потому что мне надо кое-что продать. Денег, я так вижу, вообще ни у кого нет, да? Ладно. Дед, давай, что там у тебя есть тяжелое. Броник свой снимай. Он хуже, походу, да? 21% сопротивление урона, а здесь 25% сопротивление радиации. 26% урона. Но уклонение, как и там... Ох, тут минус 8 уклонения. Слышите, вообще шансов не было уклониться. Так теперь все нормально у нас будет в жизни, я думаю. Наверное. Слышите, у него один бронебойный остался. А, подкинуть деду. У меня 154. Старается все-таки, дедуля. Так, давай, я твой броник сдам. У нее там патронов разных много. Наверное, на него все и пойдут. На 656 рублей мне нужны на мою винтовку съесть. О, вот это вот вещь очень важная в нашем деле, потому что мы за счет нее и выживаем. Так, есть. Давай на калаш как раз. 465, да? И что-нибудь такое экзотическое. Давай, это 600 будет, да? 9. На 50 рублей можно дать 2 каспорина. Не знаю, я от них избавляюсь. Теперь опять прибавляюсь. На рубль я тебе дам бутылку просто удержи. По-моему, сделка удачная. Но больше я тебе вижу ничего продать нельзя. Эти патроны хоть и... Они мне не нужны. Ладно. Кто еще у вас тут есть? Я вижу только двоих. Сюда зайти надо, да? О, есть, сидит один. Вот этот псих, да, Дубравин? Глаза этого ржеволосого небрита молодого человека скачут с предмета на предмет, будто он ожидает удара сразу со всех сторон. Заметьте, фас он сдрагивает, высовывает лоснящиеся от пота ладони, из карманов вжимает голову в плечи и начинает отчаянно тараторить. Чего, чего надо, поторговать, что ли, или что? Или пришел за Мишу алтайского дела доделать? Ты давай, не молчи, у меня друзей много, они меня в обиду не дадут. А вот это, сыночек, называется шизофрения. Серьезное заболевание, между прочим. Давай, поглумись надо мной, пообзывайся, тебе бы такую жизнь, как у меня, я бы на тебя посмотрел. А я вообще-то, ладно. Чё-то такой дерганный, что это за Миша? Ваш собеседник сперва смотрит на вас с узымлением, а затем бледнеет, словно вспомнил что-то очень неприятное. Да, буквально на днях случилось. Темнело я, рюкзак собрал, думаю, схожу как к корешам на пристань, посидим, ампулку, может, раздаем, да куда там, как же. Топаю к пристани, пыхчу, тут жжу, пуля прямо мимо уха пролетает, еще одна, еще морда в песок упал, бинокль выводил, гляжу, и вижу, что это Миша Алтайский по мне из своего винтореза хреначит. Полиция орет что-то несусветное, а еще ноги обратно я еле унес. Миша этот торговец, короче, на причале, мы с ним торговали. Вот за что? За что я, что я ему сделал? Мы с ним выпивали еще в прошлом месяце, друзьями разошлись, аж обнялись. Как я теперь этому гаду помешал? За что меня убить-то хотел ночью? И главное, от кого мне еще ждать подобного предательства? Дружище, братуха, товарищ, господин хороший, узнай, как я этому утырку Миши в дорогу перешел? Не могу я так. Незнание мучает страшнее ножа в свежей ране. Я тебе даже заплачу за это. Ну давай, так у меня брат найти придется, да? Ладно. Когда друг открывает по тебе огонь, причина должна быть веской. Я разберусь, но пока сменим тему. Хорошо. Так, давай, что там у тебя за вопросы? Торговец пару раз моргает и слегка успокаивается. Тебя как вообще зовут? Дубравин, да, это псих. Торговец Дубравин. Ох, чую, скоро эту фамилию над камнем выбивать придется, под которую меня, как пса, заровет. Что ты здесь делаешь? Как что? Рюкзак видишь? Торгую. Пытаюсь торговать, когда баланс есть жизни и на душе спокойно. Очень даже хорошо получается. Но тут с этими расстройствами готов к тому, чтобы отказаться от всего. Короче. Понятно. Расскажи про это место. Да что ты рассказываешь? Это мертвый город. Кладбище технологий, могильник радиоактивных материалов, гнездо неслыханных тварей. Но раньше тут хоть друзья не предавали, а теперь, теперь даже не знаю. Поделишься слухами? Говорят, будто бы в этом самом городе закопан особый секретный проект, компьютерная копия мозгов Ленина, ЭВМ Виллен, продукт десятков лет исследований города из кибернетиков. Его тогда включили, он за минуту придумал, как атомной войны избежать и превратить загнивающий запас в коммунистическую утопию, не пролив ни капли крови. Но пока придумали, почтальоны до Кремля его инструкцию везли, нас уже разбомбить успели. Ясно. Ладно, показывай, что есть. Сейчас я тебе, наверное, сдам еще один рюкзак. Да, гранату лучше взять. Фидель, дуй сюда, у него есть что-нибудь. Пока он вообще еще не свихнулся, мы продадим что-нибудь тяжелое. Что? Вот эти штуки надо продавать. 17 килограмм. Давай по одному, я думаю, одного будет хватит. Окей. Хватит одного, нет. 752 рубля. Что мы имеем? Мы имеем вот это. Мы имеем вот это. Я возьму гранату, я возьму бомбу. Да, надо еще больше, слушайте. Давайте две засунем. Давай, Фидель, еще одну. Есть возможность сдать очень крутые броники, которых хрен где найдешь вообще. Давайте эти будильники еще сдадим с бутылками. Еще один броник. И выгребим все, что можно в Дубравино. Так, две на полторухи. Ну и мусор всякий. Забирай. Так, сдавай все, что можешь. Все забираю. Даже консервы могу забрать, потому что жрать надо. Это Молотов тоже могу взять. Отдам кому-нибудь, пусть бросают, если хотят. Они это любят делать. Так, и бомбу давай, и вот это давай, и вот это давай. Тысяча шестьсот на сорок четыре, но можно что-то вернуть обратно. Молотов можно вернуть, хотя... Хотя вот так, по-моему, прекрасно. Два рубля разница. Два рубля разница. Два рубля я тебе подкинул. Плюс двадцать взлом. Классная вещь. Два рубля я тебе подкинул, так и быть. Денег у них вообще нет. Так, что-то там тяжелое я схватил. Что я схватил тяжелое? Схватил тяжелое бомбу. Бомбу я дам деду. Или кто-то там ее возьмет. Остальное, что такое тяжелое, не пойму. Каспарин опять весит. Восемьдесят четыре. В принципе, килограмм надо сдать чего-нибудь. И сейчас сдам. Порох вот этот. Но он немного, конечно, весит, смотрите. Ноль сорок четыре. Но он все равно мне не нужен. Чего таскать? А, консервы чтобы набрал. Давай пять штук. Пять штук сдам. Все, годится. Одну оставлю, чисто поесть. Сейчас прямо, конечно. Если найду где. Все, этому я сдал два броника. В этой комнате никого. А, вот еще какой-то упыр сидит с рюкзаком. Закусив кончик желтоватого языка, небритый мужчина в сталкерском обмундировании возится с небольшим металлическим кубиком, пытаясь то ли сокрушить его в своих мощных ладонях, то ли развинтить на две половинки. Удается ему пока не очень. Заметив вас, мужчина быстро прячет предмет в карман. Тебе чего? Да так поговорить захотелось. Что у тебя за кубик такой? Не твое собачье дело. Вон какой. Хмуро отвечает мужчина, потупив взгляд. Да ладно, не украду же я его. Провал. Провал. Не, прости, он не доверяет твоей физиономии. Наверное, можно было какую-то характеристику повысить. Ну ладно. Не хватило харизмы. Не убедить тебя. Сменим тему. Ну давай, вернемся к вопросам. Ты кто такой? Не твое дело, бродяга. Ладно. Чем ты занимаешься? Да чем я все? Сталкерствую. Но на цвет мете другие способы быстро разбогатеть, еще быстрее полечь от рейкерской пули, смотрю и со скепсисом. Я один из последних романтиков, я больнички старые потрошу, дома, отдыха, склады. Такие места, где выше вероятность завал угодить или быть покусанным крысами, но выше вероятность найти что-то эдакое нежданное. А ведь этот бездомный, это про меня сейчас говорил, сыночек. Это ведь я последний романтик и последний солдат тоже. Приятно, приятно, когда тебя узнают и уважают. Даже вот в таком вот притоне гнилосном скверно, ух, проклятое место. Да, ты тут причем дедок, я офигею. Так, так, как живется? Да нормально, чтобы кто не говорил, ясен красен детям и старикам тут смерть, за редким, конечно, исключением. Но мужику, который не любит у начальства ножка кланяться и не хочет в банду вступать, в самый раз шатуха. И честно, интересно и свободно. А смерть, мутация и болезнь это как неприятный осадок. Осадок он у всех даже в кофе есть. Есть слухи. Самый ржачный слух за последнее время, это тот, который о сталкерах люди сочинили. Был тут у нас месяц назад журналюга из Трудограда. Интервью брал у мужиков. Все нормально, идет вопрос ожидаемый. И тут спрашивают, а правда это, что сталкеры не холостяки на самом деле, а просто жен своих вместе с хабаром под землей прячут. И жены те самые тоже с виду, как сталкеры с бородавками и защитных комбезах. Мужики, давай ржать, типа прикольно пошутил. А ведь он это всерьез спрашивал про нас. Реально буржуи такое думают. Ладно, еще вопрос, сменим тему. Что это у тебя за кубик такой? Наверное не сработает харизма. Не сработает, ладно. О, хорошая у тебя торговля. Торговля идет вообще никакущая. Это что такое? Вау. Еще один мужик стоит какой-то. Так, сейчас один побоклоним и все. Ё-моё. Бородатый мужчина в шлеме пилота нервно дергается при вашем приближении. Судя по темным кругам, под его глазами он либо давно не спал нормально, либо имеет хроническую почечную недостаточность. И вероятнее всего он страдает от комбинации этих двух причин. Ты почему тоскуешь, старина? Ах, с чего в ней веселиться? Как охраняется, братан? Не спрашиваю. Хорошо, что словили воровку. Соньку бездомную, которая тащила вещи из лагеря. Вот бы еще и от всех бандитов с мутантами так же избавиться. Но нет, это я уже размечтался. И что тут интересного есть? Тут на базе? Да ничего особенного. Все те же люди иногда, кто новый приходит вроде тебя. Но надолго они тут не задерживаются. Я и сам не понимаю, что я тут делаю. Эх, в один из таких дней сбегу, покину мертвый город навсегда, а в один из этих дней. Слышал что-то интересное. Кто-то сказал, будто видел какую-то тварь недалеко от нашей базы смесь жуткой бабы и птицы. Для кого байка забавная, для меня лишняя причина посидеть раньше сроку. Он начинается. Ну ладно, что-то купить есть. О, это интересно. Это очень интересно. Фидель, давай. Еще один броник. Ох, тут сколько у вас могилок. Хе-хе. Сколько у вас тут могилок. Не к добру. Так, давай еще сейчас скинем, все вложим. Броники самые тяжелые, да, насколько я вижу. Но они и крутые, конечно. Таких продаж не найдешь. Не в мертвом городе. Ну да ладно, давай тебе его сдам. Как раз поменяемся на все, что есть. Вот это очень полезно. Кстати, два даже. Да, давай два. Два. Давай два сдадим. И один останется. А, один же тебе должен остаться. Все, я все броники раздал. Один же ж твой. Но броники хорошо. На полторы штуки. Да, это можно смело скупать. И эти даже еще больше. Я сдаю денег. Все, пока. Отличная сделка. Да, конечно, отлично. Это на них хорошо заработал. Фидель зато скинул 17 килограммов сразу. Метро. Это метро было. Еще три, четыре могилы тут рядом. Ладно, пошли. Я думаю, мы эту птицу еще встретим с вами. Время придет. А что тут, я еще не смотрю. О, да и тут могила есть. Ладно. Рад защита еще действует. Интересно, сколько она будет действовать? Сто процентов. Не знаю. Ну что, пошли на причал еще, сходим. Разик. И обратно. Тут, тем более, недалеко. Если будут мутанты, нахрен их. Загружаться буду. Чисто дворами пошли. Городские бандиты. До свидания. Это как мутанты. Которых нельзя, правда, скинуть. Почему-то. Всех можно, а их нельзя. Так, голод меня уже застал врасплох. Там у меня тушенка есть. Вот и мутанты. Фух. Достало. Были бы это еще какие-то мутанты. Ну, первый бой, ладно, провели. Интересно было там посмотреть на все это. Сейчас же это уже абсурд какой-то. Тут бомбу хорошо бы бросить. Тут бомбу хорошо бы бросить. Но жалко гранату тратить. Давай, очередь. Никого не убил. Ну, два при смерти, конечно. Собак. Джульбарс получил 19 урона. Больше, чем мог. Да, очередь вообще автомат. Нахрен он нужен. Когда очередь хуже, чем два одиночных выстрела. Я понимаю, его качать надо. Но куда же еще больше качать? Сотня практически. Хотя это, может, не предел. Ну, собака, я думаю, не умрет. С таким уроном по два. Я же говорю, это просто торможение за тормозку. Может, и умрет. Каждый по два ударит. Может, и умрет. Ладно, очередь я больше не стреляю. Понял, классная вещь. О, еще один подходит. Собака, все. Смотрите, урон ноль. Ну, смысл этих боев. Ну, блин, ну, я не знаю. Ну, просто лень загружаться. Смотрите, урона нет в наших брониках. Они вообще нам ничего сделать не могут. Крит один. Крит один. Какая-то кинокомедия. Мне бы что-то интересное добавить в конце игры. Не. Не, блин. Ох, разлетаются. Так, пацаны. Все, или еще кто-то есть вообще? Нет, здесь больше никого нет. Собака, ты что, возвращайся давай. Их бояться, это грех просто. Хоть бы у них что-то валялось. Хоть бы патроны. Какие-то записки. Вон в Fallout 4 гули нападали. Но у них же была какая-то история у некоторых. Какие-то вещи, которые напоминали о прошлом. Где же какие-то голые мужики бегают? Чего? Они стали такими. Облучились, что ли? А он еще один, смотрите. На те уже. Так тебе. Просто, чтобы ты... Чтоб ты знал. И опыта дают 30. 30 опыта. Я не знаю, на что натянуть эти 30 опыта. Я потратил 20 патронов, но получил 30 опыта. Где справедливость и логика в этих битвах? Что-то надо добавлять. Чтобы было интереснее промежуточных вот этих похождения. Ладно, кто из... А, вот торговец вот этот был. Кстати, тут можно что-то еще толкнуть, наверное. Хотя что-то у меня два автомата осталось. Тут торгует еще никто. Бан, здоров. Короче, есть такое дело. Объясни, почему ты по другим стреляешь. Мускулистый мужчина лениво приподнимает бровь в легком удивлении. Эээ, купцов? Ты можешь быть про купца Дубравина, нервного этого? Так, блин, я же разве по нему стрелял? Он же мне как бы спормулировать как брат. Как братишка. Хочешь сказать, что он тебя оболгал? Ну почему оболгал? Я правда недавно ночью парил его в сторону. Только не по нему, ведь по твари. Ваш собеседник делает большие глаза и окрестится. Дубравин шел к пристани. Видно, выпить с нами. Или просто пообщаться. Я ее в сторону глянул, рукой помахать хотел. Как вдруг заметил, что за ним по пятам чудища крадется. Гигантская черная ворона. Ха, та самая. Которая жестокая природа предала человеческие черты. Винторез схватил и прицел глянул и чуть не упал. Растрепаны черные лохмы. Дикие глаза, хищницы, когти. Как бритвы. Вот-вот бедного Дубравина схватят. Я открыл огонь, не думая. А ему орать начал. Беги сюда, быстрее, дурак. А он вместо этого рожей в песок. Его счастье, что после пары попадания чудища это в воздухе растворилось, будто призрак. Ух, такого страха я натерпелся, что даже бежать бедняги не стал, когда он обратно к базе пополз. Что ж так все и передам. Может Дубравин успокоится. Пока. Мать, а денег нет? Короче, вот эта тетка с вороном меня что-то напрягает. Как бы тут чего не было опасного. 25 рублей, короче, осталось еще. У этого и у этого что-то еще есть. А, я все кур... А, подожди. Слушайте, давайте сдадим автоматы. Они нахрен не нужны, весят дофига. Тут можно выменять на вот эти препараты хотя бы хоть что-нибудь. Так, броник я тебе оставляю. Вот этот... Давай вот этот, я не знаю сколько он стоит. Два пистолета и вот этот давай. Но этот стоит дохрена, я понял. Это тысячи две точно. Если не больше. Да, две тысячи. Мне лучше, наверное, не его продавать. Мне лучше, наверное, вот это сдать. Два пистолета. По весу 3 килограмма. А здесь по весу тоже 3. С пинцелом никакого нет, ладно. Две тысячи четыреста. Еще два патрона и тушенка. Ну, почти... Почти договорили. Забирай нахрен. Обмен, в принципе, равносильный. Сейчас тушенку сожру. Голод готов. Федель за... А, тут еще такой же ж есть. Ох, у него винтовка. Ух ты. Вот это бы... Вот это бы мне не помешало. Смотрите. Снайпер с кем прицелом. Может их грохнуть всех здесь? Эх, был бы я плохим. Я бы так и сделал. Забирай, Федель. Водку забирай. Че-то тут еле хожу. И это забирай тогда. Это весит, наверное, до хрена. Хотя это ничего не весит. А что у меня такое тяжелое? Опять. Две шапки. Забирай две. Двадцать этих. Двадцать шесть. Ладно, забирай пока. Все, а у деда ничего нет больше? Бесполезно. Ничего не нет. Ладно, пошли. Кстати, да, если их грохнуть, было бы у нас охрененное оружие и винтовка и еще два ящика с патронами. Но это ж квеста, да, или как их грохнешь-то? Перезарядка. Ну, пошли дальше. Или не дальше, а обратно. Сюда. Сейчас опять монстров встретим, которые не наносят урода, но опасны. Вот они, пожалуйста. Провал. Ну, что вы скажете? Вам интересно вот это смотреть? Вот это хрень? Мне нет. Даже играть не интересно. Убивать десяток монстров. Я тут едаюсь. Четыре здесь. И десяток, наверное, снизу, да? И два справа. Ну, ладно, сделаем вещь, что нам интересно. Пусть подходит. Кстати, собаку я так и не вылечил. Типа реализм. Отбиваемся от монстров. Но они же слабые и глупые. Собак только и могут бить. Ты там жив? О, еще один подходит. Зачем ты бьешь того, кто рядом? Еще, наверное... А, да, еще десяток. О! Самое время гранату тратить. Дай дураку гранату, так он ее испортит. Все, у меня отравление пошло. Видимо, зона какая-то, да? Опасная. Наверное, да. Хотя, что тут отравляться, не пойму. 114. Ладно. Их тени называют. Игра автосохранена. Что там со здоровьем? 62. Уходит потихоньку. А когда я успел отравиться? Вот в этой зоне, наверное, да? Где эти мутанты нападают? Они, наверное, ядовитые какие-то или что-то с ними не то. О, отравление исчезло. Слушайте, оно как-то испаряется, что ли? Ну, нахрен. Ну, хоть что-то можно сбросить. Все, я дошел. Здесь я, наверное, остановлюсь. Хватит мне, наверное, этих похождений. Игра автосохранена. В общем, мужик, за тобой монстр бежал. Тебя, оказывается, друг спасал, а ты его прям возненавидел. Так. Не бритый реже волосы и ладно. Фух, это просто ты снова. По поводу твоего поручения говори. Миша обожится, что стрелял не по тебе, а по духу женщин за твоей спиной. Вы рассказываете всю историю, переданную вам Мише Алтайским. По мере того, как вы описываете увиденное им жуткого призрака, похожего на невероятно тущую, хищно выглящую смесь женщины гиантской обороны, купец бледнеет. И она за мной гналась, потому что по мне стрелял он, не по мне, а по ней, неужели? Доводилось ли тебе женщина бежать в приятиях? Кто-то, может быть, призраком за тобой охотится? Знаешь, да, к своему стыду признаюсь. Полгода назад я поймал в нашем лагере воровку, Соньку бездомную. Мог отпустить, отняв украденное. Мог не раздувать шумиху, но в итоге созвал весь лагерь. А, это ту, которую повесили, да? Да еще и ребят с пристани. Скучно было людям. Да и многих Сонька успела за всю свою жизнь беднее сделать. Короче, к концу того дня повесили мы ее. А мне, в качестве сувенира за поимку, ее глаз стеклянный достался. Верно она, это меня теперь в ночи преследует. Она меня таким дерганым, озлобленным нервным делает. Мстит за украденную жизнь. Но, может, может, если ты ее глаз стеклянный к ней в могилу положишь, она меня оставит в покое? Перейдет в мир иное все дела? Торговец шумно глотает слюну и хватает вас за руку. Пожалуйста, сослужи мне эту службу. Мне никаких денег не жалко. Вот тебе за то, что ты уже узнал, и авансом за будущую твою услугу. Торговец стискивает вам пачку купюр, завернутый в платок стеклянный глаз. Вы хотите что-то сказать или возразить, но полный боли, измученный взглядом собеседника, останавливает ваши слова на подходе. Я посмотрю, что могу сделать, бывай. Полторы тысячи рублей? Фу. Тут могил много, пошли покопаем. Я не знаю, не жалко будет это? Оф, тут броник даже есть. Причем модный, слышите? Тот самый, который я отбил у кое-кого. А ничего, что я тут покопаюсь? Ну тут явно не ведьма лежит. Ну ладно. Так, лопата у деда, давай сюда. Броник я, пожалуй, заберу. Все-таки денег стоит. А, понял. Копаем. Не, можно и без этого, да, я так понимаю. Они не против, что я тут все перерую? Что, пустая, что ли? О, граната учебная. Нет, F1. Полноценная. Но ржавы я брать не буду. В принципе, это я могила их друзей, да, Роск? Пока ведьму найду, еще пару призраков за мной охотятся будут. О, медаль. Но это ржавы я брать не буду. ТТ. Если буду на что поменять хотя бы. Да, они, наверное, меня возненавидят. После этого стакан. Откуда я знаю, где тут ведьма? Может, с той стороны, может, с этой. Это что? Хозяйственное мыло. Зачем оно? Мертвецу, вы не знаете? Я не знаю. Какая-то зеленая область. Такая яд, наверное, да, здесь? Ладно, давай сюда. Здесь еще две могилы. Наверное, ее тут закопали. Где-то далеко за городом. А это мы могилы друзей только что вскрыли. Слушайте, броня Кайдена. Это еще круче какая-то броня. Ты только что в чате прочитал. И куда она добавилась? Слушайте, еще мощнее. Еще мощнее! 25 сопротивление радиации. 31 сопротивление урону. Еще круче. Мы идем там вообще, нет? Нет, мы стоим почему-то. Нихрена себе, броня. Ну, я думаю, я ее не верну. Хорошо, что увидел, что она мощнее. А не продал сразу, не глядя, как я люблю делать. Так, а ну давай его сразу надену. Ну, конечно. У меня 26 сопротивление урону. И 3 защиты от урона тела. А здесь 31 сопротивление урона. И плюс 4 скилла. Она проклятая, наверное. Да нет, нормально. Броня сталкера. Крутая вещь. Крутая вещь. Лучше, чем броники, наверное, всякие. Вот что я до сих пор переполнен, понять трудно. Что я взял? Ну, реально, что я взял такого? А, гранат взял. Таким нельзя давать гранаты. Они же бросать их начнут. Так, еще одна могила. 64 рубля. Ну, это последняя. Думаю, ведьма здесь. Нашли ее закопать. Блин, мне стремно. Хе. Я не хочу ее выкапывать. Но придется. Наверное, бой сейчас бы. Ну, блин, она была... Опа. Она. Вы чувствуете какую-то странную оторопь при приближении к могилке, будто кто-то наблюдает за вами полным ненавистным взглядом. Раскопать, осмотреть могилку. На покосившейся кресте кто-то вырезал. Сонька бездомная. 74-й с четвертой. Повешено заворовство по решению сталкерского суда. Ощущение, что за вами следит кто-то враждебный, только усиливается. Раскопать могилку. Е-мое. Вы пожимаете плечами, принимаете за работу. Могила не очень глубокая. Вы раскапываете ее довольно быстро. На дне лежит осохший труп женщины. Помимо этого, могила пуста. Положить в могилу стеклянный глаз. Назывался грузьем, полезая в кузов. Вы со вздохом возвращаете сонький глаз законной хозяйке. Вы потираете спины, с сомнением смотрите на поблескивающие и обрамленные брены. В обрамлении бренных останков соньки стеклянный глаз. Внезапно со стороны базы слышится душераздирающий крик. Ха. Ох, что это такое на этот раз? Осмотреть могилу. Могила раскопанная. Вы не можете избавиться от необъяснимой этого дрожи в коленках. Будто кто-то наблюдает за вами полным ненавистьев взглядом. Е-мое. И кто-то там орет. Еще что, убили там что-то? Так я не могу бегать. Слышишь, собака, сколько у тебя там веса? 4,85. Слышишь, давай мне, наверное, сумку эту. Она может не пригодиться. Я тебе дам в обмен гранат. Ты их бросать не будешь, а те идиоты их перебросают все нафиг. Давай тебе одну дам. Давай тебе две дам. Мясо отдай. Северно ты его не съешь. И мне легче будет, и тебе хорошо. И ты их не бросишь, и мы с тобой поменяемся сейчас. Во. Просто идеально договорились. Все равно я переполнил, но я лучше им сумку дам. Сумку они точно никуда не денут. И банку дам. Во. Это уже дело. Так, ладно, побежай. Там кто-то... Сейчас я лопату выброшу, а тут подумаю, что это я копал. Если что, это Фидель копал. Давай вот так раз, и это деда отдай обратно. Копать уже нечего. И орден деду дай за то, что он лопату носит. Все, годится. Ну что, сейчас тут труп найдем, наверное, да, этого кричащего. Наверное, уже откопытился. А что, друзья, не бегут его спасатели? Он всем надоел уже, да, со своими криками. Сидит живой, нормально, ничего тут нет. Издалека вам кажется, что ваш недавний собеседник, рыжеволосый, небритый торговец, паранойя по какой-то необъяснимой причине намазался дамским блеском для губ. Подойдя поближе, вы замечаете, что источник блеска слюна, тонкая струйка, льющаяся из приоткрытого рта купца. Взгляд торговца пустой, безжизненный, жутковатый. Он не делает ни малейшего жеста, который выдал бы вам, что он вас узнал или хотя бы заприметил. Нет спасения, нет избавления, все кончено. Короче, чувак двинулся, да? Приятель, чего ты? Я как раз хотел сказать, что гласоньки я зарыл, как ты и просил. Голос торговца тихий и пустой, похожий скорее на шелест мертвых листьев ветряной осенью. Знаешь, она ведь являлась ко мне после того, как ты ушел. Эти глаза выжили из меня все, даже страх. Поклятье не смыть никаким искуплением, как и пулю не остановить жестом доброй воли, если она уже вышла из дула. Оставь меня. Что? Как это являлось? О чем ты? Я прикорнула, когда открыл глаза, она сидела там в углу. О, кошмар, чувак, у меня уже дрожь. Трясущийся рукой мужчина указывает дальний угол комнаты. Вы невольно глядываетесь сюда, да? Так тут тень какая-то. А, это Фидель. Фух. Одного цвета с тенью, но глаза, глаза они сверлили меня, жгли меня, словно пламя. А затем, затем она улыбнулась. И когда я понял, что мне даже не конец, наоборот, мои страдания только начинаются. Да, прискорбно. Ну, бывает, чувак, можете что-то купить напоследок. Собственно, что я тебе куплю за 2 рубля. Пожрать этих, что ли, купить? Ну, ладно, у меня так мясо есть. Ладно, пока. Хваст закрылся. О, дед прибежал на помощь. Все. Я положил Сонкин глаз ей в могилу. Нужно рассказать об этом перепуганном Монтергоутсу. Ну, все, он, по-моему, двинулся, ему же все равно. Пустой взгляд, оброленный иссяк. Черными кругами глаз купца смотрит прямо сквозь вас. Проклятие неизбежное. Нет искупления вины, нет спасения. Она у меня за спиной. Нашепчет прямо мне в мою душу. Да нет тут никого. Че ты тут паришься, чувак? Вообще никого нет. Если вот это, конечно, не Сонька сидит. Мда. Зря старались. А тут никого нет больше. Может, тут Сонька живет. А то я в эти комнаты как-то и не дошел. Нет, у них тут лежбище просто. А, вон кто-то еще валяется. Ну, тут яд. Это ж яд. Может, там Сонька ходит. Ух, стрёмно тут у вас вообще. Я, пожалуй, наверное, пойду. Ну, там видели, что происходит вообще? Чего вы к нему на помощь не ходите? Ладно. Ладно, друзья, все. Останавливаюсь я на этой локации. Несмотря на то, что здесь Сонька захоронена. Ну, и в баню, конечно. Стрёмно. Все, друзья, на этом мы заканчиваем с вами. Сейчас я пойду быстро гляну, что у нас тут в скелете. А в скелете у нас тут ничего. Это, в общем, не Сонька оказалось. В следующей серии пойдем уже искать призрачный. Вернее, заброшенный бункер. И находится он у нас уже на карте. Его, скорее всего, пометили. Остановимся мы здесь. Там я ночевать в этом здании не буду точно. Лучше я тут где-то сделаю привал. Нет, только не возле этих могил. Блин, стрёмное место. Вот здесь, вот в этой машине. У нас защита от радиации. Поэтому переночуем здесь. На этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шетвер Игровые Миры. До новых серий в Атом РПГ. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова